Всем добрый день! Сегодня у нас тоже очередная распаковка аккумуляторов Если в предыдущий раз мы распаковывали аккумуляторы Anilog Panasonic тип 2А То сейчас распакуем аккумуляторы Panasonic тип 3А Тоже для того, чтобы не использовать батарейки Как видим, данные аккумуляторы можно перезаряжать 2000 раз и выше И предназначены для тех же устройств, что и обычные батарейки на 1.5 Вольта Здесь вольт 1.2, это недолго разряжается в течение 5 лет до 30% Возвращайте часть денег за покупки в Алиэкспресс с кэшбэк-сервисом Letyshops Это реальные деньги, которые можно вывести на банковскую карту Или пополнить баланс телефона Будьте в тренде! Покупайте с кэшбэком от Letyshops Ссылка в описании Оставляется вот в такой упаковке Здесь написано, что технология Япония Здесь тоже где-то написано, что сделано в Японии Вот, Made in Япония Но сразу же хочу сказать, что не знаю, собирали ли в Японии Потому что обозначение здесь идет в 3 хода непосредственно Сингапур Сделано именно в Сингапуре Такая вот упаковка Есть у нас пульт Таким типоразмером аккумуляторов Мы сейчас вскроем и посмотрим, что находится внутри Можно применять для различных устройств От аппаратов до пультов дистанционного управления Тоже самое для бритв, геймпадов и так далее Для всех электронных устройств, которые применяются непосредственно Обычные стандартные, типоразмер 3А И давайте вскроем, посмотрим, что находится внутри Внутри находится 4 аккумулятора И если вам видно Изготовление тоже 2020 год Первый месяц Выдавлено под определенным углом Тоже и не лоб Давайте посмотрим, как они взаимодействуют В пульте управления Пульт Zido Со свечением кнопок Здесь лежат стандартные Батарейки Duracell Для свечения хватает их ровно на полгода Ну а без свечения кнопок Хватает ровно где-то на год Давайте сейчас произведем те же самые действия Посмотрим емкость этих аккумуляторов Непосредственно в зарядном устройстве И такало Как мы это делали С предыдущими аккумуляторами Вернее не емкость, а сопротивление ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Окей, хочу предупредить, что сопротивление Все зависит от того, как установите Данные аккумуляторы Непосредственно в зарядном устройстве Потому что от присоединения Тоже зависит от контакта И так далее Давайте посмотрим Где-то от 50 до 52 Сейчас идет зарядка Давайте проверим еще раз Работоспособность аккумуляторов Энелоп типа 3А Ввиду того, что в прошлый раз Мы использовали пульт У которого подсвечиваются кнопки И они тускло светились Может быть не все увидели Как это делается В течение некоторого срока Я подзарядил данные аккумуляторы Прошла ровно неделя Может чуть больше Один-два дня И сейчас посмотрим Как будут взаимодействовать Эти аккумуляторы Непосредственно с пультом Давайте И как видим Они подсвечиваются Ввиду того, что Сейчас яркое свечение Не так заметно Как ночью И давайте Второй запрятка Смотрим Видим Что они светятся Поэтому Не все Аккумуляторы Выдержат Неделю Без подзарядки В заряженном режиме Ну а данные аккумуляторы Удержали Данный срок И давайте посмотрим Сопротивление Этих аккумуляторов После того Как они Неделю До заряжались При помощи Данной Зарядки Которую Вы уже видели Как видим Как видим От 50 до 52 Три уже 52 Четвертая 50 И заодно Можно посмотреть Напряжение Какое Осталось После недельной зарядки Все должны сделать свой осознанный выбор по покупке данных аккумуляторов для ваших устройств Я свой осознанный выбор сделал и продемонстрировал возможности данных аккумуляторов Всем спасибо за внимание Кому это было полезно Всем удачных покупок распаковок До следующего видео И до свидания Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok